Глыбами льда, нависающими над подъездами домов, встревожены жители Петропавловска. Люди уверены, что огромные сосульки представляют реальную угрозу жизни и здоровью. Подтаявшие сугробы на крышах и козырьках домов приняли более угрожающую форму. Они превратились в нависающие над головой ледяные стрелы. Периодически лёд срывается и падает вниз. Люди рассказывают, что выходя из дома, постоянно слышат опасный шум сверху и недоумевают, почему бездействуют некоторые управляющие компании. Да, опасно ходить очень. Проходишь мимо домов, вот так вот, жилых. И вот эти звуки металлические, вот эти, ну, настилы, да, и не дай бог по голове заедет насмерть. Уже были случаи у нас, в принципе, я помню, насколько. Так жить нельзя. Чужая должна ходить, вместо того, чтобы под ноги смотреть, смотреть по сторонам и ждать, пока она мне шварстит по башке. Конечно, надо отбивать, по идее-то. Отлетит, отскочит рикошетом. Таких сосулек не должно быть, они могут причинить третий человек, убить. Сюда не ходи, снег попадёт, башка, совсем мёртвый будешь. Состояние плачевное. Коммунальные службы должны этим заниматься, а то упадёт на голову кому-нибудь и получит травму. Я считаю, что за это надо наказывать. Проверили, что действительно вот такие сосиски. Такой штраф, чтобы просто уже было неподъёмно, потому что это безобразие. В городской администрации рассказали, что ответственность за расчистку крыш от льда всецело лежит на управляющих компаниях. При этом коммунальщики должны не только убирать снег и лёд с крыш после снегопадов, но и обязаны делать это незамедлительно, не допуская образования опасных сталактитов. Это должно производиться незамедлительно. После выпадения осадков должны быть проведены все эти работы. Нашим управлением проводится работа с управляющими компаниями, где недостаточно уделено внимание уборке снега, где образуются сосульки. Мы выносим предупреждение, если управляющая компания не устраняет нарушения данных, то привлекаем к административной ответственности. В городской администрации рассказали, что в случае причинения вреда здоровью горожан отвечать придётся руководителям компании. Не дожидаясь печальных последствий, городские власти сейчас проводят рейды, выявляя недобросовестных коммунальщиков. Жителям Петропавловска рекомендовали жаловаться на опасные глыбы в управляющие компании. А если те не принимают мер, в контрольное управление администрации. Его номер вы видите на экране.